Кошки живут с человеком на протяжении многих сотен лет. Они создают атмосферу тепла и уюта в доме. И мало найдется людей, которым надушен к этим пушистым и ласковым домоседам. Это полноправный член семьи. Это даже больше чем. С утра встаешь, бежишь кормить их, потом уже сама только начинаешь кушать. Одного мы подобрали на улице, он самый первый у нас появился. Пришел к нам, на шею мужа запрыгнул, мы его с собой забрали. А второго мама моя принесла, сфинкс. У нас, во-первых, есть мейн-кун. Это особенная порода, которая больше похожа не на кошку, а на собаку своим поведением. И она у нас выступает в роли няньки. Сейчас, когда родился маленький ребенок, она приходит, ложится, урчит под боком. Ребенок у нас засыпает с удовольствием. Кошки – самые популярные домашние животные. Хозяевам они доставляют не так уж много хлопот. Но они, как и люди, могут заболеть. Когда ваш питомец отказывается от пищи, становится вялым, это может быть признаком недуга. Причины разнообразные. Животное может просто простудиться. Это могут быть серьезные хронические заболевания, вирусные теологии или просто паразитарные, потому что забыли проглистовать банально. Ну, а также, естественно, в сезон весны, осени необходимо, ну и вообще круглогично нужно делать вакцинации, потому что вирусные инфекции у нас распространены везде. Но не будем о грустном. Все-таки сегодня первый день весны и всемирный день котов. В их честь установлены памятники. Есть они и в городе Видное. К примеру, в усадьбе Суханово. По легенде, это извояние установлено в честь любимого кота, княгини Волконской, которая обитала в этом поместье. Он жил вместе с ней в этом флигеле. И каждый раз, когда она приезжала сюда, он бежал ей навстречу. В память об этом 60-е годы 20-го столетия архитекторы Союза извояли кота. Правда, серого. У Волконской он был черный. В городе Видное есть удивительная композиция кошки и собаки. На своих хвостах они держат так называемую скамью примирения. Посидев на ней, вы даже с недругом будете жить в мире, потому что извояние кошки и собаки опровергают их вечную вражду. А нас призывают к взаимному терпению и любви. Есть и еще одна легенда. Якобы черные коты приносят неудачу. К черным котам отношусь нормально, если они дома живут. А на улице все-таки обхожу иногда, если переходят дорогу. Потому что, не знаю почему, просто так повелось. Я считаю, что это неправда. Мы тоже думаем, что это неправда. Какого бы цвета ни была бы ваша кошка или кот, они любимы, а значит несут радость. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Кошки, несомненно, очень фотогеничны и часто становятся объектами фотосъемки. А интернет пестрит еще и любопытными видеороликами, вызывающими улыбку. Некоторые сюжеты можно смотреть снова и снова, как, к примеру, этот. Что вы тут делаете? Зачем вы меня из-за дома? Что тебе надо? Что бы ты от меня хочешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok